Не простит, ведь сразу не можешь женщину простить. Мужчина должен быть всегда в отношениях очень сильным, тогда женщина очень любит его, когда она видит, что он, ну как бы, всегда позитивно смотрит на отношения, то есть не ноет, не хнычит, не говорит, ой, с тобой невозможно, а просто как бы сильную позицию в отношениях, сильную, ну все, впереди у нас с тобой, надо жене говорить всегда, потому что она боится будущего, она думает, а что у нас дальше с тобой будет плохо. Иногда женя мне говорит, мы с тобой несовместимы. Иногда мне говорит, я говорю, да, да, ты уже мне это говорила раньше. Давно живем, говорю, уже говорила. Также говорила, что я так счастлива, что ты у меня есть. Мужчина, не удивляйтесь, когда вот жена будет говорить такие противоположные вещи вам. Мы несовместимы, нам надо расстаться. Это означает, что она просто устала. У нее плохое настроение, она устала, и вот она такие вещи говорит. То есть, это вообще не значит, что надо расстаться. Теперь, допустим, вы как бы решили, что это так и есть. На следующий день вы ей говорите, ну ты хотела расстаться. Она вам скажет, ты что? У меня было просто плохое настроение. Ты что, поверил в это, что ли? Видите, женщина сама не придает значение словам, которые она говорит. Так зачем тогда вам, мужчины, придавать им значение? Она это говорит, потому что она устала просто, и все. То есть, женщина, когда устала, она говорит разные слова. Мужчина не должен придавать этому значение. Но когда женщина не устала и говорит какие-то слова, вот тогда надо, и она это спокойно говорит, без усталости, тогда надо придавать значение. Это уже опасно, не придавать значение. Она по-доброму что-то говорит, спокойно, это уже опасно. Если она раздраженно что-то говорит, то это не опасно. Это означает, что она просто устала, капризничает. И у каждой женщины есть такое свойство, она иногда делает то, что ей самой невыгодно в отношении. Она коцает отношения иногда. И потом сама же жалеет об этом. Поэтому женщину не надо доводить до этого состояния. Она может уйти из дома, допустим, там, или пофлиртовать с кем-то на зло мужу. Ну, тут же каждая женщина, это по-разному проявляется, но в силам это означает, я тебе устрою. Ну, то есть, это означает, вот просто такой, как бы, и причем она может сама больше даже от этого пострадать, но вот склонность такая есть у женщины. Такой, себе хуже сделать на зло мужу. Такой вот есть, как бы, склонность такая. Это опасная уже, опасная вещь. Поэтому нужно быть осторожным, если у женщины эта система работает. Также нужно знать, что так же, как у мужчин, есть вредные привычки. У женщин есть не вредные привычки, а вредные проявления характера. И у каждой женщины есть свое вредное проявление характера. Так же, как у мужчины есть склонность к вредным привычкам, у женщины есть склонность к плохим проявлениям характера. И у женщин вот эти плохие проявления характера, они выражаются в следующем. То есть, некоторые женщины очень болезненные по природе, они постоянно болеют, потому что чувствительный организм сильно чувствительный, психика, и они болеют не специально, а просто потому, что так устроен организм. Причем, знаете, мужчины, что иногда кажется, что специально, но это не специально. Например, женщина работала, нормально работала, пока не вышла замуж. Потом она в лекциях узнала, но раньше не знала, но в лекциях узнала, что женщине лучше не работать. И в этот момент она, когда на работу ходит, у нее голова начинает болеть, или еще сердце там на работе начинает, она себя плохо чувствует на работе. А раньше нормально себя чувствовала. Знаете, что это происходит не специально, а просто потому, что она узнала, что работа это не ее. Теперь, если вы, мужчина, допустим, женщине сказали, ну ладно, не работай неделю, и вы все-таки думаете, что она должна ходить на работу, и вы сказали, не работай неделю, это была большая ошибка. Потому что женщина, если что-то получила, она просто не может это назад вернуть. У нее природа такая, она не может уже все. И если даже вы у нее это забираете, дальше прежней жизни уже не будет. Точно так же вы, допустим, в Шине сказали, давай поживем в двухкомнатной квартире неделю, а потом переедем в однокомнатную. Вот у вас в однокомнатной была нормальная жизнь, но после того, как вы это сделали, у вас нормальной жизни в однокомнатной уже не будет никогда. Женщина согласна с этим, нет? Да. Потому что женщина, она к чему-то, когда привыкла, она уже к старому возвращаться не может в своей психике просто. И поэтому женщина всегда оттяпывает кусочек своего личного счастья в отношениях с мужем. И по кусочку, по кусочку, все больше и больше. И у мужика в конечном счете к старости вообще ничего не остается. А у женщины все. Поэтому если как бы взять эти понятия детка и бабка, то бабка это такая, это особая форма жизни, это такое страшное существо, очень активное такое, которое всех мучает вокруг, такое гиперактивное существо такое. А детка это такое смиренное существо такое, никого не трогающее такое, мудрое, совсем согласное такое. Но если взять, допустим, вот если взять 50 лет назад, вот, и взять, допустим, девушку, как она выглядит, девушка молодая? Такая скромная, застенчивая такая, ласковая, добрая, такая, никого не трогает. Точно кажется, как детка. А мужчина, молодой парень, он такой, ну, как конь, не оседлый, не оседланный, такой дикий конь, мустанг такой. Парень молодой такой, мустанг, вот. Представляете, как меняется ситуация? За 50 лет. Так вот устроен этот мир. Поэтому, мужчины, вы никогда не найдете справедливости в отношениях женщин. Не надо ее искать, просто поймите, что все счастье находится внутри вашей жены, если вы подчиняетесь правилам игры. Если вы начинаете с ней относиться нежно, ласково, по-доброму, заботливо, как ей нужно в жизни, и очень аккуратно, и как бы, пускай она решит, как будет мебель стоять в квартире, что будет на кухне там, пускай она все решит. Ну, то есть, дайте ей возможность быть счастливой внутри своей жизни, своей квартиры, потому что это иллюзия думать, что это ваша квартира. У вас есть только работа, победы ваши, и любовь, ваших детей, вашей жены, все остальное завоюет жена постепенно. Вот. Поэтому, как бы, надо понять, веды объясняют, как устроен этот мир, что женщина живет, а мужчина помогает ей жить. Женщина – это река жизни, женщина – река любви, река жизни, а мужчина – это берега. Ну, вот как, допустим, даже в доме, вот мужчина приходит домой, дети бегают, жена такая радостная, там хлопочет, а мужчина что делает? Он сидит просто, получает, так сказать, любовь, радость. Ну, то есть, мужчина берега, он обеспечивает жизнь, он, как бы, охраняет жизнь, а женщина течет, она река любви. То есть, если, допустим, мужчина зажимает берега, он делает меньше ей русла, ограничивает ее свободу, она начинает бурлить, течь плохо, подмывает берега, точит их, он, берега, становится хилым, что энергии меньше у него становится сил, потому что женщина же энергия подвижная. Женщина благословляет или проклинает, а мужчина действует, ну, как бы, берега, вот они есть, они создают рельеф, то есть, они создают русло реки, берега. Мужчина создает судьбу, он создает русло. Вот туда потечем, теперь туда, вот придется здесь повернуть. Но когда придется повернуть, знайте, что река на вас навалится в этот момент. Не думайте, что она так и будет течь понизу. Она с разгона так, на тебя и будет тебе по мозгам прямо, по мозгам. Вот. Потому что вот ты поворачиваешь, так устроен этот мир. И ты будешь говорить, ну, я же тебя предупреждал, что надо будем поворачивать, ну, что ты мне по мозгам? А предупреждай, не предупреждай, она река, она не может не наваливаться. Вот. не дай бог мужчине поставить плотину ну то есть запрет туда течь нельзя ну то есть русло можно поменять там еще как-то вот течем вот так вот или вот так огибаем препятствия пожалуйста нет проблем подмывать все равно будет берег когда гибает но если ты говоришь на лекции не ходить там или еще что-то плотина то дальше что будет детей у нас не будет ну плотина ну то есть есть вещи жизненно важных для женщин это знание это дети это отношение с родителями то женщина очень привязана к родственникам сильно с родителями не общаешься хорошо плотина что дальше поднимается вода то есть терпит женщина вот когда мужчина терпит он что происходит с ним он привыкает и все как будто этого нет женщина не может привыкнуть у ней поднимается вода то что не дают течь потом два варианта самый лучший вариант если она прорывает плотину это самый лучший потому что если она через плотину падает электричество начинает вырабатываться это очень опасный вариант знаете вода шумом вниз то есть она все равно на лекцию пошла все равно забеременела но шумом уже понимать самое лучшее сломать плотину просто мужиком господи да невозможно и просто прорвало плотину слава богу потому что есть еще третий вариант она не может не прорвать плотину слишком высокая не через нее переплыть мужчина очень крутую плотину поставил но все теперь я победил какой результат она меняет русло и у тебя река высыхает твоей судьбы поэтому мужчины не надо плотину ставить русло сделали правила жизни сформировали женщина привыкла к ним подерглась немножко как по подтачивала берега побурлила и поплыла она привыкает женщина плывет но если мужчина сам хочет плыть он горит я буду плыть тогда жизни будет жена несчастна нет жизни это объясняет что если жена не женщина не уважает мужа то его не уважают подчиненные она создает в нем стереотип реакции на него самого у людей женщина которая общается с ним создает стереотип реакции на него неосознанно она не знает об этом и он не знает ну то есть если мужчину жена уважает в сердце все его начинают уважать не уважают все не уважают если она его предавает предает в сердце все его предают представляете как устроен этот мир удивительно поэтому мужчин никогда не должны воевать со своей женой это проклятие бог дал такую жену надо вот принять аккуратненько с ней себя вести она постепенно становится благодарны заботливые начинается нормальная река течет нормально то есть фактически счастье мужчины означает что женщина счастлива дети счастливы все течет хорошо в жизни и ты просто смотри чтоб не туда тек не текла если она перетекает через берега надо чуть повыше поставить что чтоб она не перетекала ну чтоб она не ветвилась слишком сильно там ручьи не давала сильно большие то вода в основном русле вода теряется женщина когда уносит куда-то уносит надо ее назад возвращать самое лучшее возвратить незаметно то есть когда нормально нормально и так раз раз и она опять в основной руслов ушла или стать берегами там тоже ее сформировать это правило чтоб у нас два русла теперь эти течения она потом соединиться в одно смотрите взять допустим маленькую девочку маленького мальчика девочка имеет знания с рождения все не надо стремиться к знанию поэтому девочка все знает маленькая девочка пять лет знает как она будет большая что у нее будет что она хочет она знает характер папы мамы какие у нее отношения что происходит вообще вокруг она все знает маленькая девочка маленький мальчик ничего не знает ему очень трудно вообще понять куда он попал потому что это и есть основным мотивом его жизни потом становится вот это у мужчины самая сильная потребность это постижение этого мира и самосовершенствование у женщины самая главная потребность это гармония чистота любовь ну то есть девочке нужна любовь маленькой девочке и она хочет что все было хорошо поэтому когда учительница задает домашнее задание она будет его выполнять точь-в-точь как она сказала потому что девочка хочет что все было хорошо у нее такое желание женская природа позитивная по природе по своей неразрушительная она созидательная и добрая женская природа мальчик он не хочет что все было правильно он хочет победить судьбу он может пятерку хотеть или понять этот предмет захочет может быть но он не будет делать все по шаблону это не мужская природа будет всегда нарушать правила чтобы понять их лучше поэтому очень важно знать что если женщине или девочке очертить правила все правильно описать подробно как она должна жить она будет идеально справляться своими обязанностями ей нужно все объяснить подробно допустим жена подходит слушай я хочу с тобой посоветоваться это большая радость что жена подошла к вам и захотела с вами посоветоваться значит что все в вашей жизни нормально мужчины и пожалуйста разжевывайте аккуратно и говорит да ты чего этого не понимает вот этого не надо делать вообще то есть аккуратно подробно разжевывайте все детали полностью ну не давайте ей советов просто объясняйте вот это так и вот это так ну не надо говорить вот это делай не надо она сама не пришла ни до того чтобы вас спросить что делать она сама знает что ей делать она хочет разобраться чтобы понять глубже ситуацию мужской разум очень въедливый он глубоко до деталей все понимает а женщина понимает истину и когда мужчина говорит она чувствует это правда так это неправда так и она постепенно разбирается во всем у нее широкое восприятие мира но не въедливое не глубокое у женщины чистая и она поэтому через рассуждение через общение с кем то через советы людей женщина понимает истину мужчина понимает истину только через поступок вот мужчины пришли на лекцию они меня слушают слушают ну что-то много говорит вообще я для женщины вообще-то это много я все разжевываю потому что женщинам это надо а мужчине надо просто как бы идею понять и он дальше сам во всем разберется нужно направление жизни понять и он сам все разберется а женщине нужно понять детали все подробно и тогда она сильно ориентируется в обстановке так устроен разум он разный совершенно поэтому женщине Бог дал верить в старших женщина чувствует сердцем кто старше и верит в старших сразу начинают верить в мужчине Бог не дал верить в старших ree и раздвинуть Akham мужчина приходит первый раз на лекцию вот я наблюдаю я чувствую мыслей людей допустим мужчина пришел на лекцию первый раз я чувствую его он смотрит на меня знает как он думает дурак не дурак дурак не дурак дурак пришел еще раз, хорошо. На следующей лекции мужчина смотрит и думает, это правильно ты говоришь, это неправильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно. На второй лекции. И когда жена говорит, ну как-то интеллекция, лекция интересная была, он говорит, да, все правильно. Мужчина говорит. И она говорит, я не спрашиваю, правильно или нет. Он говорит, я и сам все знаю, все, что он сказал. Так у мужчины устроена психика просто. Зачем тогда слушал, если ты все знаешь? Говорят, как зачем? Для подтверждения. Вот. Ну то есть мужчина, он как бы по-другому воспринимает мир. У него есть фундамент, у мужчины знание, фундамент свой определенный, и он на этот фундамент накладывает дальше все остальное знание. Женщина же, она стирает все, что было до этого, и полностью заново все формирует. И поэтому не удивляйтесь мужчине, если после лекции жена пришла, апгрейд у ней произошел. Она теперь совсем по-другому смотрит на жизнь. И полностью убеждена в этом. Женщина так психика работает. Она все старое знание вычищает и новое создает, которое ей больше нравится, полностью формирует. Мужчина может только одно на другое накладываться, он не может все стереть. Поэтому мужчина меняет свою жизнь очень медленно, а женщина очень быстро. Видите, мы какие разные. Я чувствую, что вы немножко подустали, поэтому можете поспрашивать по природой женщины. Сегодня мы об этом говорим. Если вам что-то в характере женщин непонятно кому-то, или еще что-то, то давайте вот вы. Спрашиваю. На первом ряду. Спасибо. Поближе и погромче. Поближе и погромче. В принципе, не отвечаю. Никогда. Никогда. Ни на какие. Потому что опыт у меня есть жизненный определенный. Если человек пишет записку, значит, он мне не доверяет. Или боится открыть сердце людям, что в принципе... А? Вот это означает... То есть, понимаете, когда человек... Ну, я хочу, чтобы все было эффективно. Если человеку сложно задать вопрос, он, значит, не может открыть сердце. Это значит, что нет исповеди. То есть, нет открытия сердца, нет вхождения в сердце знания. Просто так болтать я не хочу. У меня нет сил на это и времени. А если человек готов открыть сердце, тогда это удача для него, для меня, для всех людей. Потому что люди на примере этого открытия понимают, как им тоже жить дальше самим. Сами. Поэтому я просто трачу на тех людей время, которые смело открывают сердце. Пускай это не психологично, не этично, не... Я просто писала на записки. А я не отвечаю на записки просто. Нет, потому что я когда-то делала руководитель, поэтому я не сидела. А я могу не спросить. Да. Я потому что вижу, кого спрашивать. Вот вы даже сейчас со мной разговариваете с вызовом. Видите, вы говорите, нет. Я вам сейчас приведу пример одного, один случай. Один учитель говорит, слушай ученику. Что бы я ни сказал, ты постоянно со мной споришь. И ответ был такой, нет, учитель, я с вами никогда не спорю. Я знаю точно, что вы не услышите меня. Знаю точно. Но выбирать мне, кого я буду спрашивать. Итак, продолжайте. Суть в том, что по форму Бога человек такой, с которым я смогла понять вообще свою правоту не получаешь. Но много отношений к народу нужны. Отношение этим закончилось в поливе. Но я всегда все опыт, где я переживала. И не могу себя просить. Я чувствовала, что я очень плохо, потому что я вот такая. Да, все нормально. А мужчина, я потом сказал, как нашел, потому что она не нормально. Как его зовут? Ну, это вот то, что вы говорите, это обычно патовая ситуация. Потому что, если женщина сильно сожалеет, сильно привязывается, ну, сильно ждет, то это значит, что у нее противоположное чувство. То есть, холод, отчужденность и нежелание дальше строить отношения. То есть, если мое отношение изменится, то у нее есть ситуация. Вы сейчас в иллюзии находитесь по поводу себя и его. Хотите, я вам сейчас расскажу правду. Да. Женщина не должна беспокоиться, что она придирается к мужчине, обижается на него, портит с ним отношения. Она должна беспокоиться только об одном – насколько сильно она вкладывает в него эти отношения. Насколько сильно она служит ему, заботится о нем. Насколько сильно она делает так, чтобы он был счастлив рядом с ней. Если она эгоистична по своей природе, не служит, не заботится, а просто хочет, чтобы ее любили, тогда это всегда патовая ситуация. Это означает неразвитая женщина. И, в целом, знайте, что мужчина, который не может добиваться женщины и терпеть ее, он тоже неразвитый. Женщина, который не может терпеть мужчину – неразвитый. Мужчина, который не может терпеть женщину – неразвитый. И вы оба неразвитые, поэтому у вас не создались отношения. В этом причина. А не в том, что вы что-то не так делали. Он тоже не так. Если бы он был правильным, он бы все вытерпел. Но вам пока не положено правильного, потому что вы не созрели для отношений. Созревайте, как женщина. Учитесь терпеть, прощать, любить, заботиться. Когда вы станете сильной, как женщина, вам Бог даст такого же человека, который все простит, вытерпит, и вы поймете, что такое мужская природа. Мужчина способен все вытерпеть. А женщина должна тоже от него все вытерпеть. И тогда наступает гармония. А вы сейчас себя корите, что вы женщину, вы себя в себе женщину уничтожаете. Вы как бы женщина в отношении капризная. Ну, ничего страшного, это женщина. Если мужчина говорит, что ты такая капризная, это значит, что он не разный человек. Он не понимает, что все женщины капризные по природе. Да все равно, что ребенку говорит, у меня ребенок, он постоянно орет. Так он ребенок. Постоянно кушать хочет, так он ребенок. Постоянно серить, так он ребенок. Да, вас сломал человек, сломал. Это опасно очень. Женщины, когда вы, ну, вы должны понять одну вещь, женщины, что ни в коем случае не надо влюбляться в мужчину. Это так опасно. Ну, то есть, если вы отношения не стройте, стройте с человеком, пускай он в вас влюбляется. Добивайтесь того, чтобы он вас любил. Но если вы влюбились, он будет остывать к вам. Мужчина должен добиваться женщину, а не женщину-мужчину. Не надо влюбляться в мужчину, надо быть принцессой и всегда его держать на расстоянии. Надо его, как бы, играться с ним. Ну, то есть, и тогда ему будет нравиться, он будет добиваться, потому что мужчина, ему надо добиваться, иначе не интересно. Вот он добился уже все, ему не интересно. Надо добиваться так всю жизнь, даже если это ваш муж, пусть добивается дальше. Выняла все, молодец, все нормально. Вопрос по женской, у вас по женской природе вопрос, да? И вы будете меня слушать? Нет, я боюсь, что вы не услышали. Нет. Ну, дайте микрофон. Сейчас она убедиться, что она не может меня услышать. Скажите, как относится к манипуляциям вообще? Если вы чувствуете, я чувствуете, с кого манипулируете? Ну, когда это избавляется, или когда нужно терпеть? Ну, все люди друг друга манипулируют. В этом мире все корыстные по природе. Вот все манипулируют. Здесь нет безкорыстных людей, кроме святых. Вот все манипулируют. Вы сейчас мной манипулируете. Вы специально начали кричать с места, чтобы я вас спросил. Это чистейшая манипуляция. Я же вам говорю, что вы меня не будете слушать. Вы будете свое говорить. Понимаете, я все равно хотела задать этот вопрос. Но что толку задавать, если вы не слышите? Нет. 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 Ну, а тогда я скажу еще раз. Вот теперь вы сейчас хотите уже настроить слушать. Гордость мешает слушать иногда. Смотрите. В этом мире все корыстные по природе. И сначала надо принять это. Вот когда ты принимаешь, что человек корыстный по природе, дальше ты можешь уже с ним строить правильное отношение. Вот допустим, вы корыстно себя повели. И я знаю, что вы меня не слышите. Но я все равно вас спросил. Понимаете? Я не говорю. Это несправедливость, что она меня не хочет слышать. Она свое доказывает. Я такого не утверждал. Я просто взял и вас спросил. Понимаете? И точно так же вы должны просто понять, что люди по своей природе корыстные. И надо терпеть их и любить такими, какими есть. Но! Есть одно но. Терпение не означает унижение в данном случае. Надо служить человеку, который корыстен, и воспитывать его одновременно. То есть надо в него вкладывать и одновременно воспитывать. Вот какой путь отношений! Это путь правды. Когда ты любишь человека и одновременно говоришь ему правду. Это путь правды. Но если ты просто его любишь и ничего не говоришь — это унижение. И если ты ему просто говоришь и не любишь — это тоже унижение. Только для него уже. Поэтому есть только один путь — это принять принятие, что люди корыстны по природе, какими они есть. И дальше служить им и говорить правду. спасибо вам в первый раз на лекцию пришли все будет нормально изучаете потепенно вы все поймете ваше настроение внутренне поменяется когда люди приезжают нам на фестиваль благость мы встречаем с оркестром с распостертыми оприятиями и первый день когда они приходят на стойку регистрацию не сначала выносят мозги это не так все это не так это все этот и там шкаф стоит почему нет два шкафа я хочу свои вещи отдельно держать так далее много разных вопросов некоторые одна женщина из-за того что нет двух шкафов уехала мы вернули все деньги назад но проходит три дня и люди просто благодарят они просто счастливы потому что они видят что мы хотим просто им служить и когда они начинают это видеть у них меняется настроение они готовы даже была авария там не было горячей воды несколько дней они готовы без воды горячей жить даже просто потому что они хотят в этой атмосфере находиться это удивительно как меняются люди просто от энергии любви и это надо всегда делать своей личной жизни вот передавать тобой близкий человек он сначала требует выносит мозги там все поменяется со временем когда он увидит твое настроение когда он поймет чего ты хочешь жизни он будет тебе очень благодарен вот так всегда нужно вести всегда нужно доказывать свою любовь людям и тогда они меняются в жизни но правда тоже нужно то есть не надо унижаться в любви иногда нужно сказать правду это важно но без злобы ваш вопрос нет вот на втором ряду втором ряду я хотел бы вам сделать объявление где-то лет 7 назад моя мечта сбылась мне тоже из мечты и мне попалась группа ребят два талантливых артиста которые постепенно сформировали специальный театр по моим лекциям это особый жанр вот удивительный просто жанр в котором люди раскрывают свои сердца во время спектакля и они глубже понимают природу мужчины и женщины и вот этот спектакль это первая часть часть 2 они у вас были наверное да театр нити уже был будет обе да вот я счастье называется спектакль пожалуйста приходите 3 ноября 1830 вы такого никогда не видели не слышали если вы с ними не сталкивались с этими артистами вы реально просто будете очень счастливы получите удивительный профессиональный театр настоящий глубокий и нравственный при этом театр не пошлятин это удивительно приходите все кто может проспект мира 131 дк железнодорожник ну вот есть рекламки все остальное знание ваш вопрос да это сложная тема хорошо я вам расскажу вот смотрите женщина не пугайтесь если нет мужа допустим и вам самим надо воспитывать мальчика не пугайтесь строго с мальчиком можно себя вести не надо применять силу кричать на него тоже не надо строгость означает иди сюда вставай сюда делай так ты наказан вот только action нужны действия нельзя просто говорить вот это есть две грубые ошибки когда женщина пытается насилие совершить над мальчиком то есть бьет его или там ореет на него кричит она развивает садиста ну то есть она превращает монстра этого человека постепенно потому что женщина никогда не сломает мужчину или она сделает из него тряпку просто и ну то есть он перестанет существовать как мужчина в принципе станет просто наркоманом или там геем там кем угодно но перестанет быть мужчиной понимаете или она сделает из него бандита агрессивного очень человека который будет всегда побеждать женскую природу силой то есть когда женщина кричит и как бы ломает своего сына то она получит результат который она не ожидала это будет страшный результат кары через его жизнь страшный результат поэтому женщина должна понять что все равно она берет силы у мужчин то есть нужно с мужчинами советоваться как воспитывать его нужны какие-то семьи друзья которые будут советовать и она должна совершать всегда поступки раньше чем она выходит из равновесия то есть она чувствует что его понесло как бы дальше за руку там в угол там наказание но не злоба но мужчина понимает мальчик понимает только поступки он не понимает слова вообще если с ним там ты будешь так боль еще ты будешь еще так делать или нет когда вы спрашиваете это глупость полная вообще он нам скажет нет мам я больше не буду и он уже в это время думает когда он будет так делать дальше мальчика школа не мотивирует девочку мотивирует школа мальчику по барабану школа я вот учился на первых классах вообще на тройке меня никто не мог заставить учиться я в это время там йогой занимался еще чем-то там что-то изучал сам шахматы играл самбо ходил но когда я понял что мне нужно медицинский поступить тогда я научил учиться мужчину мотивирует только цель и поэтому ему надо дать возможность чтоб он стал нацеленным человеком мальчику нужно пробудить стремление к совершенству вот единственное что нужно воспитание дальше он сам эту школу все выучит у него с этим нет проблем со школой у него есть проблема с нацеленностью и поэтому он искусственно начинает нацеливаться на компьютерные игры там побеждает кого-то искусственно вот это самое опасное если он начал что-то побеждать виртуальное тогда и он теряет себя мальчика надо отдать в секцию какую-то сразу же как только вы почувствуете что ему это нравится неважно платите деньги за это идите сделайте так чтобы он куда-то стремился в жизни мальчика у мальчика всегда развитие начинает через движение поэтому ну секции связаны с движением это самый простой способ пробудить у мальчика стремление к совершенству с характером работать ему тяжелее эта девочка может с характером сразу уже работать но мальчику нужно побеждать себя сначала через насилие над своим телом то есть он усилия совершает ему нужна победа нам вдохновился первые места занимать дед слава богу начал развиваться при этом школа до свидания пока ему не нужна будет в это время школа школа становится нужна когда он понимает что школа ему поможет победить судьбу вот тогда он начнет уже вкладывать в школу это может быть не на первых классах произойти иногда у мальчиков по природе есть склонность уважать родителей и они из уважения учатся хорошо это ваша победа это означает что вы правильно с ребенком себя вели но если ребенок начинает вас слушать из сильного уважения только возможно то тогда вся жизнь его может поменяться но если вы это правильно используйте например если ребенок вас слушает не повышайте никогда на него голос если ребенок при целом послушный всегда объясняйте ему очень сдержанно никогда не издевайтесь над его несовершенством и никогда не унижайте его и тогда он будет развиваться очень сильно сам непослушный противостоит значит вы все время ломаете его как личность надо стать строгой и доброй одновременно наказывайте его смело сколько лет вы отнаживаете сможем сейчас часто дети очень напряжены изнутри это называют аутизмом дцп там разными вещами причина напряжения это нехватка энергии природы опять лечиться очень просто надо отдать в секцию лучшее которые на природе тренируются дети через движение напряжение уничтожается в организме у детей ему нужно как бы подвижные игры какие-то чтобы это движение это протест а если он будет двигаться ради чего-то тогда он будет успокаиваться ему нужна цель секция какая-то ему нужно бегать куда-то не просто бегать это протест его движение а ему нужно бегать куда-то то есть систематизируйте его движение он будет успокаиваться от движения расслабляться а вот когда человек сильно напряжен у него становится с головой вот это сильное напряжение дает возможность сосредоточиться сконцентрироваться причина сильного напряжения это неправильная жизнь семьи в целом когда в семье нет движение нет на природе нет спорта здоровый образ жизни дети рождаются напряженными потому что нет по подпитки энергии напряжение это энергия времени человек не подписывается взрослые не подпитываются они могут терпеть они адаптированы к этому дети нет а их разрушается психика от напряжения вы напряжены ваш муж напряжен ребенок тоже напряжен вы здоровый образ жизни не ведете начнете вести его расслабит вас расслабит его расслабит вы не слышите меня сейчас я вам дальше говорить ничего не буду отчаяние это выбор человека если вы хотите жить в отчаянии живите в отчаянии оно вас убьет если вы хотите слышать слушайте делайте это ваш выбор понимаете выбирайте сами побеждать или болеть допустим я говорю у вас больные суставы начните ходить вы говорите нет они будут еще больше болеть это ваш выбор я говорю у вас ребенок просто напряжен вы говорите нет он больной психически это ваш выбор так считать вы выбираете сами что вы сколько мои лекции слушать странно что вы не можете мне поверить значит сильно вас судьба по голове дала вы да просто двигайтесь в этом направлении какая разница насколько излечимо излечимо все излечимо просто нужно идти в этом направлении нет другого направления ребенок лечится можно в плавание отдать это вообще самый лучший вариант вода плюс движение сильно расслабляет человека поэтому ДЦП аутизм плавание это самый лучший способ вообще решить проблему вода плюс движение сразу тело расслабляется знаете что сейчас 30 процентов детей таких как вы описали 30 процентов понимаете это высокий очень показатель это признак неправильной жизни людей в целом в обществе я когда маленький рос я всегда был на улице я всегда бегал прыгал там играл в футбол сейчас дети все сидят дома за компьютером это уже патология и она превращается в напряжение у людей у детей сама культура сейчас жизни детей поменялась полностью в сторону деградации и это очень страшно нужно искусственно вот мне не родители моим не надо было секцию моей меня отдавать хоть они отдали не нужно было потому что все решалось очень просто не просто разрешали пойти на улице на улице там не наркотики были и пьянство а там постоянно было движение мы там играли там в одно в другое третье это все не прекращалось я целыми днями бегал как угорелый просто на улице и так мальчик развивается девочки тоже играют в песочек вместе там еще что-то они тоже в семью играют но тоже это они развиваются таким образом но если мальчик сидит и в компьютере то он все то есть это патология уже вы услышали меня или нет конечно ему надо бежать ему на это факт что ему надо бежать драться надо да ему потому что он мальчик знаете как мужском теле классно когда подрался тебя побили синяк под глазом это такое счастье понимаете просто сидеть дома это не счастье вот как бы меня мать купила мне баллоневую куртку а тогда только начал баллоне появляться по блату там что-то говорит сынок ты только пожалуйста на костре не будьте потому что дырки как бы я говорю ладно мама и побежал весь дырках пришел первый же день она хотела чтоб я был красивый а я хотел просто жить что я был мужчина когда мы прыгали со второго этажа когда строился в снег или там в этот в этот керамзит то иногда мы попадали башкой вниз все было нормально но воткнулся в снег вытащили как бы дальше пошел прыгать никаких проблем вообще а в школе жалоба потому что он напряжен концентрация ноль у него не хватает движения нужно отдать секцию желательно плавание нужно ребенку очень много двигаться он будет двигаться он будет успокаиваться тогда он начнет учиться это напряжение это от того что искусственная жизнь если собаку посадить допустим в квартиру и не давать ей гулять она начнет это тоже напряжение понимаете только у собаки уже и вы думаете что это она орет постоянно перестала кушать что-то собака постоянно она хочет на улицу просто и не хватает природы так и ребенку он растет ему нужна энергия природы в 10 раз больше чем вам в 10 раз больше нужен свежий воздух движение природы он растет он развивается поэтому он напряженше ему этого не хватает хотя бы выбирайте с ним на свежий воздух там на по воскресеньям дайте ему там побегать на улице вы бы увидите как он станет спокойнее сразу от этого вы просто ведь живете неправильную жизнь ведете вы сами страдаете от этого больными становятся иди ребенок у вас от этого тоже больной а не заставить на улицу выше это еще хуже это уже все патологии это значит он уже в растение превращается нужно мотивировать как-то его сделать так чтобы вот ну чтобы он полюбил какой-то вид спорта допустим не говорит ничего сходить допустим какие-то соревнования еще что-то мотивировать в нем желание победы мужчине надо если он как бы ничего не хочет он такой уже застыл сидит уже все как растение то это еще хуже то лучше пусть напряженное это еще куда не шло а если он то все уже как бы это патология уже конкретно эта девочка может как бы жить спокойно никуда не торопясь все нормально для девочки патология если она постоянно капризничает это значит что неправильная атмосфера в жизни для нее а для мальчика патология если он не двигается или ему не дают двигаться нужно движение чтобы жить нужно свежий воздух надо должна холодная вода и так далее у меня есть один знакомый он взял короче и сделал детский лагерь такой спортивный мужской для мальчиков и он там их гонял целыми днями там и в холодной воде они купались там и боролись между собой там ну то есть он создал вот эту атмосферу мужского развития мальчиков мужчин которые в древних школах всегда создавали детям вот мальчиков отдавали в такую школу и он там развивался супер потому что они спали на жестком вот ели грубую пищу закаливались постоянно борьба постоянно была вот это синяки там и так далее вот это все и как бы им знания давали таким строгим спокойным мужским голосом таким как бы что должен победить ты мужчина там и так далее маленьким детям мальчиком и дети росли здоровыми счастливыми сильными потому что так должен воспитываться мужчина понимаете это его природа такая побеждать я поняла слава богу и и и и и и и